Важный рубеж в избирательной кампании в России. День тишины перед воскресным голосованием уже наступил на Дальнем Востоке и в Сибири. Менее чем через три часа любая агитация будет запрещена на европейской части страны. Такой режим сохранится уже до закрытия избирательных участков в воскресенье. Репортаж Михаила Акинченко. Считанные часы до завершения предвыборного марафона. Финишный рывок, возможность поставить запоминающуюся точку в изнурительной политической гонке. И каждый из ее участников в миру сил старался заявить о себе так, чтобы запомниться избирателю. Встречи, митинги, раздача листовок. В последний день предвыборной кампании лидер ЛДПР агитировал скорее, как говорится, на перспективу. Встречался с теми, кто еще только надеется получить избирательные права в нашей стране. В столичном паспортном столе его дожидались десятки тех, для кого российское гражданство – заветная мечта. Жириновский всем обещал помочь. Я студентка вашего вуза, я из Донецка. Моя мама россиянка, папа россиянин, прошел Афганистан, гражданство не дают. Вот тот самый случай, когда мы считаем, что грубо нарушены права русской семьи. Вы русские, да? Русские. Мамушка русская. Из Донецка. Я регистрацию не делаю. Я регистрацию не делаю. Вот и что там? Русский человек, как бомж в собственной стране. Этого нет нигде в мире. Мы будем наводить здесь порядок. О перспективах на будущее говорил и лидер партии «Роста». Поездки и встречи в последний день агитации заменил виртуальным общением через интернет. Предвыборные надежды Борис Титов связывает прежде всего с теми, кто на собственном опыте прочувствовал смысл поговорки «время – деньги». Тех, кто занимается бизнесом, с сожалению, отметил Титов, пока в нашей стране не так много. В партии намерены бросить все силы на увеличение количества единомышленников. Мы поняли, что тех усилий, тех инструментов, которые у нас были до этого, недостаточно. Недостаточно для того, чтобы менять уголовное законодательство и вообще эту систему менять уголовного преследования бизнеса. Недостаточно, чтобы изменить экономику. То есть если мы как партия окажемся в Думе, у нас появятся новые инструменты? У нас будет больше инструментов. Я не могу сказать, что мы сразу решим все вопросы, это точно нет. Но у нас появится этих инструментов больше. Деловых и активных до последнего старалась привлечь на свою сторону и яблоко, что, впрочем, неудивительно. Программа партии почти полностью посвящена именно экономическим вопросам. Парламентские выборы для России очень важны, потому что очень многие проблемы в России становятся все острее и не решаются. Надо менять состав Государственной Думы. Мы вступали в борьбу для того, чтобы сказать всем нашим соотечественникам, что закон должен быть одинаковым для всех, что собственность людей должна быть неприкосновенной. Предвыборная кампания немного дала нам возможности сказать это всей стране. И поэтому это очень важно. Кроме того, никаких других способов мирно менять политику и власть в России, кроме участия в выборах, просто не существует. На экономику напирали и в КПРФ. Тема сложная, говорят коммунисты, так что программу постарались максимально упростить. Государственный контроль над ценами, поддержка народных предприятий, спасение сельского хозяйства. Всего 10 пунктов, которые так и назвали 10 тезисов Зюганова по выводу страны из кризиса. Сам Зюганов в последний день принимал у однопартийцев отчеты, насколько доходчивыми оказались эти тезисы для избирателей. Мы вышли к людям в клубы, на заводы, по месту жительства. Реакция была самая позитивная и заинтересована. Но самое интересное, мы под каждый из этих тезисов подготовили проект законов, технологии решения этой проблемы, команду, которая может это решить. Я абсолютно уверен, что эта программа будет востребована, она нужна стране, и она позволит мирно и демократично вывести страну из тяжелого кризиса. Случайно или нет, но очень похожее название предвыборной программы еще у одной партии с похожим же названием. Коммунисты России предложили свой план действий, который назвали 10 сталинских ударов по капитализму и империализму, а еще те же красные флаги и советские песни. Мы считаем, что те нормы, право, которые существовали в советское время по защите людей труда, каждого труженика, трудовых коллективов должны быть возвращены в законодательство. Народу должен быть обеспечен достойный уровень труда и уровень зарплаты. Обеспеченность медицины и бесплатным образованием должна быть 100%. Борьба буквально за каждый голос, и его цена тем выше, чем больше выбор, можно сказать, на любой политический вкус. 14 партий 5 лет назад, во время прошлой думской кампании, было вдвое меньше. Опытным парламентским политикам приходилось отстаивать свою позицию в спорах с новичками в буквальном смысле на равном. Дебаты – одна из главных особенностей нынешней предвыборной кампании. Отказаться от участия в публичных политических дискуссиях кандидаты и партии не могли. Таковы условия распределения бесплатного эфирного времени. Зато и возможности для убеждения избирателя у конкурентов были без преувеличения огромными. Восемь общефедеральных телерадиоканалов, и на каждом из них каждой партии предоставили по одному часу бесплатного времени. Каждый сам выбирал, о чем говорить. В рамках закона, конечно. То же самое и с газетами. За многие годы ведения избирательных кампаний, вот так, как организовала Центральная избирательная комиссия ведения дебатов, предоставления бесплатных страничек в прессе, такого еще не было. Поэтому как раз большое спасибо за то, что наших людей увидели, услышали, и услышали те идеи, и те цели, и те задачи, которые мы будем выполнять. Ставка была на то, чтобы про нас узнали, и про наши идеи, прежде всего, узнали. Поэтому надеюсь, что эту задачу мы смогли реализовать. Ну, мы представлены практически во всех средствах массовой информации. Мы есть и в газетах, мы есть и на радио, мы есть и в телевидении. У нас был прекрасный ролик, где я скакал на коне. В седле лидер партии «Гражданская платформа». Люди прозябают в ветхом жилье. Это 50. Меньше грязных приемов, но больше творчества в рамках дозволенного закона. Малегории, эпатаж и даже провокации порой на грани приличия. Особенно старались кандидаты в одномандатных округах. Ведь бюллетеней на этих выборах в Госдуму два. В первом избиратель должен проголосовать за наиболее близкую ему партию, а во втором за кандидата от своего округа. И не факт, что в обоих случаях это будет одна и та же партия. Скорее всего, предпочтение получит тот, кого избиратель знает лично. И здесь, что называется, выехать на одном лишь партийном авторитете уже не получится. У малых партий и самовыдвиженцев есть возможность пройти по одномандатному округу и представлять свою партию. Это, безусловно, основополагающие киты этой избирательной кампании. И в этом плане мы, безусловно, довольны. Это поменяло вообще всю конструкцию политическую. Причем поменял ее сразу в лучшую сторону. Ты не сможешь просто на партийной риторике, как говорится, проехаться спокойно. Тебе задают жесткие вопросы. Прямые и правильные, на которые ты должен отвечать. То, что не только имя партии работает на авторитет кандидата, но и имя кандидата тоже влияет на партийный авторитет, пожалуй, лучше других поняли в «Единой России». Еще весной партия под свои знамена призвала всех, кто неравнодушен к будущему страны. Таких искали не только среди однопартийцев. Ключевые требования – знать дело, уметь работать и уметь убеждать. Эти навыки кандидатам в кандидаты пришлось продемонстрировать в публичных дебатах, по результатам которых единороссы и формировали свою предвыборную команду. Среди тех отобранных кандидатов было очень много новых людей. Новых людей, которые в дальнейшем активно участвовали в целом в кампании. Потом, это, конечно, большая работа, которую мы проводили. Это во дворах, это встречи, это встречи в разных населенных пунктах. Тысячи населенных пунктов, которые объехали наши кандидаты и где провели свои встречи. И вот эта активность, она, на мой взгляд, должна дать свои плоды. Столь масштабные выборы стали настоящим испытанием на прочности для всей Центральной избирательной комиссии в целом и для ее новой главы в частности. На выборах все равны, а значит, без внимания. Нельзя оставить ни одного кандидата, ни одну партию. И, как бывает перед любым голосованием, конкуренты не только активно агитировали, но и не менее активно жаловались друг на друга. Данная предвыборная кампания, она тоже имела быть некие нарушения. Но они не были какими-то уникальными, но реакция была незамедлительная. Здесь нельзя не сказать слова благодарности Центральной избирательной комиссии за чистые выборы. Именно ЦИК объективно, я очень оперативно рассмотрел нашу жалобу и буквально в приказном порядке дал указание в избиркому пересмотреть решение. Напомню, мы были первые, кто добился справедливости и были восстановлены на выборах ЗАГС. По итогам разбирательства, надо сказать, своих должностей лишились сразу двое руководителей региональных избиркомов – Петербургского и Подмосковного. Всего же из полутора тысяч жалоб подтвердилось лишь около 50, да и те не могут повлиять на результат выборов, пояснили в избиркоме. О положительных впечатлениях от тех условий, в которых проходила агитация, в последний день говорили буквально все участники гонки. Мои соратники, штаб, в котором мы находимся, проделали огромную отличную работу. Как прошла избирательная кампания, я доволен. Призываю идти на избирательные участки, обязательно голосовать лично. И знаете, от вашего голоса может зависеть будущее страны. Обычно всегда так говорят, но в этот раз это не преувеличение. Это абсолютно правда. Нам очень нужны ваши голоса, поэтому все на выборы. Если где-то будут нарушения, то всем нужно активно эти нарушения пресекать, обращаться в правоохранительные органы, обращаться в Центральную избирательную комиссию. Мы не должны никакими действиями, никакие политические партии не должны дискредитировать единый день голосования. Выборы должны пройти легитимно. Они должны быть признаны людьми, и я думаю, что от этого выиграют все. Следить за чистотой выборов партии и кандидаты будут и в день голосования, и на подсчете бюллетеней. Делать это в Подмосковье будет особенно удобно. Губернатор Андрей Воробьев, который, к слову, возглавляет и региональный предвыборный список «Единой России», говорит, это подарок для всех без исключения, в том числе и политических конкурентов его партии. Мы подготовили наблюдательный центр, информационный центр, куда могут приходить члены избирательной комиссии, наблюдатели от различных партий и кандидатов, средства массовой информации. Центр будет открыт для всех желающих, для того, чтобы посмотреть, как происходит голосование на каждом участке. По сути, любой, кто будет в информационном центре, может попросить оператора включить тот или иной участок. И это с легкостью будет сделано в течение 20-30 секунд. Всего в новый центр одновременно будет поступать картинка сразу с 7 тысяч телекамер. Откроется центр непосредственно в день выборов. Михаил Акинченко, Наталья Голуб, Лилия Зорина, Кирилл Зотов, Анна Заякина, Первый канал. Продолжение следует...